Артисты ставят эксперименты над собой и зрителями. В лаборатории современного искусства начались перфодни. Это серия перформансов, которые устраивают актеры, режиссеры и художники. Алексей Кудинов поучаствовал в двух экспериментах. Уже немолодых людей, пришедших на первый перфодень, для начала предложили ответить на пару десятков вопросов. Вроде, что вы ели сегодня на завтрак и состоите ли вы в отношениях. Анкету заполняют на Томике Чехова с театром. Начинающееся действо связывает и автор перфоманса, актриса Глобуса. Это тоже была одна из основных идей, почему решили сделать перфодни. Уйти от вот этой вот игры, чтобы, в общем, не повязнуть в каком-то постоянном, в постоянной игре и на сцене, и в жизни. В общем, захотелось какой-то правды и внутренней провокации, что ли. Во время перфоманса гипотеза Арина хотела проверить, что влияет на наши впечатления. Участников попросили закрыть глаза. И дальше минут 30 мы слушали шумы улицы, чувствовали, что кто-то ходит между рядами и передвигает стулья. Ничего особенного не происходило. Можно было даже вздремнуть. Правда, все происходящее транслировалось на большой экран в соседней комнате, где все, кто открыл глаза, могли ответить на вопросы еще одной анкеты и описать свое состояние после этого странного действия. У нас есть и перфомансы, где зритель вообще основной участник. Есть перфомансы, где зритель как будто не имеет значения, но имеет значение. То есть вот сейчас уже везде по-разному уже мы не только про себя думаем, но уже и входим в коммуникацию со зрителем. Перфодни — это восемь непохожих друг на друга перфомансов, во время которых каждый автор ставит свой эксперимент. Прорабатывает какие-то личные воспоминания, психологические травмы. Иногда это похоже на привычные формы. Есть артисты, публика. Правда, это нельзя назвать спектаклем, а скорее исповедью или сеансом психотерапии, на котором можно услышать очень много личного, непридуманного. Проблемой телесности, проблемой ментальности, которая как бы сталкивается в процессе танца с движением, то есть когда мыслительный поток сталкивается с физическим каким-то движенческим потоком. И как это влияет друг на друга, что получается с качеством движения. Главная задача — не развлекать зрителей, а ставить перед ними и перед артистами сложные вопросы. Будут ли ответы, каждый раз неизвестно, но завершатся перфодни совместным обсуждением пережитого опыта. Алексей Кудинов, Андрей Руднев, Новости ОТС.